Владимир Комаров, летчик-космонавт СССР номер 7, дважды Герой Советского Союза, участник первого отряда космонавтов. Его имя носит одна из главных улиц нашего города. 16 марта исполняется 92 года со дня рождения покорителя космоса. В честь этой даты около бюста Владимира Комарова на улице его имени прошел митинг. Владимир Михайлович, Комаров это наша история. История нашей страны. Это наша легенда, наша гордость, наш пример для подражания. Сегодня, несмотря на исторические трудности для нашей страны, мы продолжаем лидировать в космосе. Слава тем, кто нашу страну, нашу авиационную, космическую технику поднял на такую высоту. И в этом большая заслуга Владимира Михайловича Комарова. Он закончил военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского, испытывал новую авиационную технику в НИИ ВВС в поселке Чкаловский, где и привлек внимание комиссии по отбору в отряд космонавтов. Первый полет Владимир Комаров совершил на корабле «Восход-1» 12-13 октября 1964 года. Он был первым командиром экипажа из трех человек в составе Константина Феоктистова и Бориса Егорова. Впервые экипаж из-за тесноты полетел без скафандров и катапульт. Впервые применена система мягкой посадки. Длительность полета составила 24 часа 17 минут. Интересно, что взлетели при Хрущеве, а приземлились уже при новом генсеке Брежневе. Второй раз Владимир Комаров полетел в космос 23 апреля 1967 года. Ему было доверено испытать совсем новый и, видимо, недостаточно отработанный корабль новой серии «Союз». Через сутки за ним должен был последовать «Союз-2», с которым на орбите предполагалось осуществить стыковку. Однако в полете экспериментального корабля начались неполадки. При спуске на Землю парашют не раскрылся и спускаемый аппарат упал неподалеку от города Орск. Последний полет продлился 26 часов 47 минут 52 секунды. И даже своей гибелью Владимир Комаров внес значительный вклад в отечественную космонавтику. Во-первых, возможно, спас жизнь экипажу «Союза-2», который остался на Земле. Во-вторых, после катастрофы неполадки, связанные с парашютной системой, были устранены. На митингу памятника Комарову пришли десятки щелковских школьников. К ним и были обращены слова выступавших. Когда-то он был таким же, как вы. Молодым. Учился в школе. Поставил для себя определенные цели. А цели были, конечно, были прежде всего, это любить свою родину, любить свою семью и достичь чего-то. Для молодого поколения славные страницы нашей истории должны стать ориентиром в выборе профессии и жизненного пути. А страниц таких немало. Одну из них написал космонавт Владимир Комаров. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова